8 месяцев в подземелье. Полиция освободила похищенного в июле прошлого года начальника департамента энергоснабжения Укрзалезнити. Задержаны двое фигурантов этого преступления. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в фейсбуке. Прямо сейчас с нами на связи моя коллега Анна Каменева. Аня, здравствуй. Расскажи, где ты находишься сейчас? Что известно о задержанных и в каком состоянии сейчас находится Валерий Людмирский? Здравствуй, Наталья. Мы находимся в селе Фостовец Киевской области. Это примерно 60 километров от столицы. Здесь и был найден вчера вечером начальник одного из департамента Укрзалезнити Валерий Людмирский. Его удерживали в плену 8 месяцев. Удерживали именно в бункере под землей. На оперативном видео нацполиции видно, что вход в бункер был тщательно замаскирован. Вы знаете, кто вас украл? Нет. И что требовали от вас? Деньги. Деньги. Вас били, издевались над вами? Нет. Просто украли? Да. Ну, когда украли, били. Украли где? После дома. Бункер злоумышленники обустроили прямо в частном доме за зеленым забором. Это практически в центре села. Это дом примерно за 100 метров от сельсовета. Местные жители на камеру говорить не хотят. Но вот в частном разговоре поведали, что в этом доме проживал украинец. Молодой парень, тихий и спокойный. Люди шокированы тем, что он был причастен к похищению и что у него дома был пленник. Зайти сейчас на территорию участка уже невозможно. Входные двери дома опечатаны. А вот сам Людмирский сегодня уже был в Киеве. Вместе с руководством нацполиции давал брифинг. Рассказал, что состояние его здоровья удовлетворительное. Он был в госпитале, его там обследовали. Также он говорит, что хочет уже вернуться на работу в Укрзалезнице. А вот об условиях его плена, так как и о том, пытали ли его, Людмирский предпочел не рассказывать, ссылаясь на тайну следствия. Оттуда сбежать было практически невозможно. То есть это действительно бункер был под землей. А вот как же вышли на злоумышленников? Полицейские рассказали, что во время следственных действий они начали переписываться с преступниками по электронке, установили их личности, установили за ними слежку, а в субботу их уже задержали. Во время допроса они и указали на этот дом. Задержали всего троих человек, но в полиции утверждают, что в группировку, которая занималась похищениями людей, входили и другие участники. Их сейчас продолжают искать, преимущественно это иностранцы. Все злочинцы и затриманые, это до 30 лет молодые люди. Как уже сказал Сергей Миколаевич, это народженые в среднеазиатских республиках, бывших, скажем так, СРСР, Закавказских республик. Один из них наш гражданин Украины. Характерная черта, наш гражданин принял ислам, он сразу выезжал до Турции, до Ближнего Схода, скажем так, эта информация тоже будет проверяться, будет проверяться их на участие, скажем, в исламистских, возможно, угруповании. Мы вылечили в них выбухивку, великую кількість зброи, что свидетельствует о радикализме этой группы злочинцев. О мотивах преступления в полиции не говорят, ссылаясь на запрет процессуального руководителя. Мы не хотим нашкодить следствию. Его выкрали с метою отримания выкупа. Крапка. И сумма выкупа заявлена дуже велика. 10 млн долларов. Евро? Евро. Сумма, которая не поддаётся никакой логике, ничему другому. И связать её с профессиональной деятельностью Укрзалезницы мне в край трудно. Процессиональный керорий нам не дозволил ответить. Напомню, Людмирского похитили неизвестное в Киеве вечером 18 июля прошлого года. Он как раз был возле дома, выгуливал собаку, овчарку застрелили. Людмирского ударили электрошокером и затолкали в машину. Увезли в неизвестном направлении. Позже с семьёй Людмирского связались похитители и потребовали выкуп в 10 млн евро. Студия. Спасибо, Аня. Анна Каменева с подробностями о освобождении чиновника Укрзалезницы, который был похищен минувшим летом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...